Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». И снова здравствуйте! Через еще неделю у нас начнет расти летальность. Почему в Коми растет число заболевших коронавирусом? День рождения Сыктывкара. Мы зажаты в определенных рамках. Как пройдет день города в период ковидных ограничений? И новые неизвестные факты о Коми. Его называли медвежьим углом, наш город. В канун – 100-летие республики. Добрый вечер на Юргане. Детали недели. Коронавирус перешел в контратаку, и это, пожалуй, одна из главных новостей недели. Неутешительные прогнозы озвучила глава регионального Роспотребнадзора Людмила Глушкова. На протяжении нескольких дней наблюдается устойчивый рост заболеваемости. В июле ожидается пик. Праздничные мероприятия ограничены или вовсе отменены. С обзором важных событий этой недели Алексей Корчма. Наибольший прирост за прошедшие три недели среди возрастных групп от 7 до 17 лет и от 30 до 64. Вирус передается в основном в семье, в общественных местах и транспорте. Судя по эпид-показателям, регион приближается к рассмотрению вопроса о возобновлении ограничительных мер. Кроме того, за прошедшую неделю у нас начался рост уровня заболеваемости пневмониями, который до 20 недели неуклонно снижался. И это характерно. То есть две недели подъема и начались пневмонии. Через еще неделю у нас начнет расти летальность. Сдержать рост заболеваемости можно только путем соблюдения масочного режима, социальной дистанции и, что самое важное, формированием коллективного иммунитета. И это прежде всего вакцинация. Заразиться может даже привитый человек. Но он хотя бы перенесет болезнь легче. Это важно понимать. Как отметил глава Коми Владимир Уйба, только благодаря массовой вакцинации мы сможем вернуться к привычной жизни без ограничений. Кстати, все праздничные мероприятия к вековому юбилею республики в Москве и Питере проходили при строгом соблюдении санитарных правил. Делегация из Коми и абсолютно все артисты перед поездкой сдали тесты на коронавирус. Визит в Северную столицу только при отрицательном результате. В Дни Республики в Санкт-Петербурге на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского выступили ведущие профессиональные творческие коллективы Республики и России. Гостей и участников приветствовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Коми Владимир Уйба и председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Республика, наверное, богата в первую очередь теми людьми, которые там живут. А что отличает житель Республики Коми? Это в первую очередь достоинство и трудование. Без этого выжить в этих словах, в сложных условиях, не только выжить, но и создать промышленное производство невозможно. Невозможно по одной причине. Без любви к своему краю, к своей земле это сделать нельзя. Бурыт Дома Юркиц. Я хочу поверить всех президента России Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации, правительства и лично Александра Ильича Гигунова, правительства Александра Гуцан, за то, что мы с вами сегодня открываем новую историю Республики Коми. В том, что мы смотрим с уверенностью и с перспективой развития нашей Республики по совершенно новым направлениям. Мы сегодня заявились на амбициозные проекты, мы заявились на проекты переработки угля, нефти, газа. Мы заявились на научно-образовательный центр мирового уровня. Это же делается для того, чтобы наше подрастающее поколение, наша молодежь увидела перспективу в Республике и никуда не уезжала. Оставалась в Республике и знала, что Республика будет жить дальше и у нее большое будущее. Долго ждали этого события, безусловно, готовились к нему. Было очень приятно встретить наших земляков, наши лучшие творческие коллективы Республики в Москве. Потому что, конечно, в Москве каждый регион старается привести в Москву все самое интересное. И часто регионы представляют не только в какие-то дни юбилейных торжеств, но проводят свои фестивали большие. И когда коллеги по общественной работе нас приглашают на такие встречи, мы, конечно, всегда смотрим на то, что хотелось бы и как можно чаще видеть наши коллективы в Москве. И вот такая уникальная возможность. Конечно, столетие – это очень большой и значимый праздник. Подобный по масштабности праздник ожидается в августе в Коми. Дни Республики Коми, посвященные столетию нашего региона, проходили в Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня и совпали с Петербургским международным экономическим форумом. В числе подписанных документов и соглашений дорожная карта, предусматривающая торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество правительства Коми и Санкт-Петербурга. В северной столице Владимир Уйба провел рабочую встречу с генеральным консулом Финляндии в Санкт-Петербурге Санна Мария Ванама. Нам интересен опыт Финляндии в вопросах экологической безопасности, переработки и утилизации отходов, эффективного использования лесных ресурсов, современных технологий в деревообработке и другое. Глава предложил Финляндии стать участником проекта по созданию в Коми научно-образовательного центра мирового уровня, который займется вопросами здоровья сбережения населения Севера. Еще одна важная встреча уже на своей территории. В Ухту приехал президент Лукойлова Гит Оликперов. Поводы и хорошие, и не очень. Нефтеразлив на Колве. Его последствия устраняют, но как не допустить подобных инцидентов впредь? Компания провела большую работу по совершенствованию системы экологической безопасности. Ужесточены внутренние нормативные акты, обследовано все нефтебазовое и трубопроводное хозяйство. На ремонт и обновление объектов Лукойла, расположенных на территории Коми, будет выделено около 68 миллиардов рублей, сообщил Вагит Оликперов. Для жителей населенных пунктов разработан социальный пакет. Там нет социальных последствий, но у людей, допустим, есть потребность к питьевой воде, качественной. Это не имеет никакого отношения к розливу нефтесодержащей жидкости. Но, тем не менее, компания говорит, что мы готовы посмотреть и сделать там либо водозабор со скважиной на мутном материке, либо трубу протащить с хорошей водой. В поселке Ярига гости посетили объекты, возведенные в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «Лукойл», заселенные в конце декабря новостройки для нефтяников и спорткомплекс «Шахтер». За время своего присутствия в регионе на развитие социальных объектов Коми направлено более 8 миллиардов рублей. По словам Вагита Оликперова, компания продолжит оказывать республике активную поддержку. В этом регионе, как нигде, сосредоточены все наши бизнесы. Есть огромная возможность для геолога розетки. Мы каждый год открываем новые возможности уникальных нет в республике Коми. Коль мы полны оптимизму производственной деятельности, конечно, мы будем оставаться хорошим партнером, другом для республики Коми. Счастье в безопасности социальных объектов. А тем временем в Сыктывкаре единороссы подвели итоги предварительного голосования и обсудили планы на предвыборную кампанию. В работе конференции принял участие и глава республики Владимир Уйба. Праймерис, где жители Коми голосовали за самых достойных, на их взгляд, кандидатов, проходил с 24 по 30 мая в двух форматах – очно и онлайн. Я сам, будучи в командировке, воспользовался этой возможностью и проголосовал как раз в онлайн-режиме. Сочетание двух форматов позволило продемонстрировать высший результат по явке избирателей. В республике Коми этот результат превысил российский. В среднем по России он составил 12%, в республике Коми – 15%. Еще одной принципиальной отличительной чертой этого предварительного голосования стала его максимальная открытость. Впереди самый важный и ответственный этап. Как отметил секретарь Коми отделения партии Сергей Усачев, главная задача – убедительная победа на предстоящих выборах в Госдуму. Если на сентябрьских выборах не победят наши кандидаты, то бесспорно в конечном итоге будет нанесен колоссальный ущерб будущему развитию республики. Колоссальный. Наши кандидаты должны попасть в состав Госдумы нового созыва. Без них не будет эффективной работы с федеральным центром на ближайшие годы. А без этой работы об эффективном развитии нашей республики, Арктики, наших жителей говорить не приходится. Среди потенциальных кандидатов Руслан Магомедов, секретарь Воркутинского отделения партии, одержал победу на праймерис по федеральному избирательному округу. Убежден, что главное богатство республики Коми – это ее люди. А значит, необходимо при этом порядке развивать социальную сферу и обеспечить адресную помощь жителям республики Коми. И тем самым снизит уровень бедности в нашем регионе. В свою очередь, это невозможно сделать без поступательного развития промышленности и сельского хозяйства, так как это фундамент экономики республики Коми. Второй вопрос повестки конференции не менее важный и актуальный. Участники выбрали тех, кто отправится в Москву на Всероссийский съезд Единой России в качестве делегатов. На голосовании две кандидатуры. Руслан Магомедов и член партии, директор центра «Мой бизнес Коми» Сергей Жеребцов. Кто за? Против. Воздержался. Принято. Решение приняли единогласно. Свой предвыборный съезд партия проведет в Москве 19 июня. На нем будет утвержден список кандидатов на выборах в Госдуму и проект программы партии, с которой Единая Россия пойдет на выборы в сентябре. Уже завтра Сыктывкару исполнится 241 год. Спортивные мероприятия, выставки, ярмарки, концерты и выступления звезды российской эстрады. Что ждет жителей и гостей столицы Коми в День России и в День города, знает Александр Карепин. Празднество стартовало уже сегодня с открытия художественной выставки «Вдохновленный Севером». Она посвящена столетию республики и Дня открытых дверей в учреждениях культуры Сыктывкара. Кульминацией дня стал большой галоконцерт творческих коллективов «Сыктывкар. Центр притяжения». В этот вечер театр оперы и балета – арт-пространство столицы. Территория безграничного творчества. Наш город будет представлять самые лучшие творческие коллективы. Это будет много интересных моментов, много сюрпризов для зрителей. К сожалению, мероприятия были перенесены с театральной площади в сам театр оперы и балета, но от этого оно не будет менее интересным или, предположим, некрасочным. И очень много сюрпризов будет предоставлено, сделано для гостей даже после самого окончания концерта. День города же начнется со спортивных мероприятий в столичных парках. С 8 утра все желающие могут сделать утреннюю зарядку под руководством специалистов по физкультуре и спорту. А уже в 11 в парке имени Кирова состоится гонка с препятствиями. Одни из нас. Более 200 человек примет участие в забеге. На Стефановской площади пройдет ярмарка. В течение двух дней будут работать торговые ряды товаропроизводителей как из Коми, так и других регионов – Вологодской, Липецкой, Архангельской и Кировской областей. И это еще не полный список. Завершится День города праздничным концертом, в котором нас ждет выступление российской певицы и исполнительницы народных песен Марины Девятовой. 12 июня, конечно, большой, огромный праздник для всей нашей страны. Это День России. Ну и, конечно, День города Сыктывкара. Вот это такое двойное праздничное настроение. Мы попробуем. Я уверена, что создадим в зале театра оперы и балета на торжественной церемонии награждения. Одним из главных событий дня станет открытие памятника пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Оно состоится в аллее возле первой школы, где также пройдет торжественное возложение цветов к монументу. Отметим, что проведение мероприятий согласовано с Роспотребнадзором, и они проходят с учетом всех профилактических мер. Сейчас реклама. Продолжим после нее. На неделю Финно-Угорский культурный центр России подвел итоги масштабного просветительского проекта, который реализуется при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми на гранд-главы Коми. Полный зрительный зал в Сыктывкаре собрал концерт военной патриотической песни «Помним, гордимся и сохраним». Елена Кононова о деталях проекта. Мы все равно народ иди, мы все равно страна одна, мы все равно не победим, нигде, ни кем и никогда. Он много раз бывал на войне, но вместо оружия у него гитара, грудь его в медалях и орденах. Но это награды за песни, многие из которых Игорь Русских пел на концертах в горячих точках. В копилке поэта и композитора, и детские казачьи произведения. Но в основном в патриотическом жанре. Эти песни учат молодое поколение любить свою непобедимую отчизну. Песня – очень важный момент. Она может вызвать повышенное внимание подрастающего поколения. Может вызвать, самое главное, чтобы нужная песня правильно была написана. Хедлайнера концерта патриотической песни Игоря Русских на сцене заменяют творческие коллективы. Группа «Балалайка», вокальный ансамбль «Пламя-21», танцевальный коллектив «Май», театр «Моцик» Товкарского колледжа сервиса «Исиази». Это такой музыкальный итог масштабной просветительской программы, куда вошли и уроки о героях-земляках для школьников, и кинопоказы военных фильмов, и фотовыставка, и даже издание буклета про героические олено-транспортные батальоны. Их вклад – великую победу. Нам содействовали в подаче информации, фотографий наши партнеры из Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Архангельской области, Ижемского района. Люди которых, оленеводы в основном, уходили воевать на Карельский фронт. Концерт патриотической песни прошел и в Эльгарте. В зрительном зале представители молодого поколения. Этим концертом проект «Помним, гордимся, сохраним» завершен. Но он продолжит свой путь в новых форматах, на площадках уже других регионов страны. Что связывает Коми и Знамя Победы, водруженная над Ристагом? Почему Сыктывкарский микрорайон «Орбита» носит такое название? И когда в Коми впервые посмотрели кино на широком экране? Александра Головина подготовила свежую порцию фактов о республике к ее столетию. Почему Сыктывкарская орбита носит именно такое название? Нет, это никак не связано с небесными телами, а уж тем более с космическими кораблями. Но обо всем по порядку. На фото 70-х годов одинокое пятиэтажка, огромное поле и дети, играющие в весенние лужи. Начало микрорайону положено в 63-м. Тогда в Сыктывкаре смонтировали башню высотой почти 200 метров. Кстати, она до сих пор считается одной из самых высоких в России. Через несколько лет неподалеку от телецентра установили приемную станцию системы «Орбита» в виде огромной тарелки. Через спутник она позволяла принимать сигнал из Москвы, а значит, жители Сыктывкара могли смотреть программы центрального телевидения. Именно в честь этой станции молодой микрорайон и назвали «Орбитой». Кстати, в 86-м там начинали строить оборонное предприятие с одноименным названием, но завод так и не довели до ума. Железобетонные конструкции его цехов долгие годы мозолили глаза Сыктывкарцам и гостям столицы, пока наконец на этом месте не появились жилые дома и гипермаркет. Древко знамени Победы изготовил наш земляк, старший сержант Александр Габов. Весной 45-го штаб 3-й ударной армии, войска которой уже штурмовали Рейхстаг, обосновался в 17 километрах от Берлина. Там же разместился дом Красной Армии, где и служил механиком Александр Габов. Майор Георгий Голиков и приказал за три дня изготовить 9 штурмовых знамён. Всех сейчас только одна мысль, одно стремление – подрузить знамя Победы на Рейхстаг. Полотнище сшили из немецкого материала, взятого в одной из берлинских лавок. Звезду, серп и молот нанесли на ткань вручную и через трафарет. В статье Википедии, посвящённой знамени Победы, есть воспоминания начальника политотдела 3-й ударной армии Лисицына, где сказано, что древки Габов мастерил из распиленной доски, в основном из карнизов для штор, и крепил к ним полотнище. Знамя Победы над Рейхстагом водружено! Правда, сведения о том, какое же именно из 9 изготовленных знамён водружено над главным зданием фашистской Германии, разнятся. По одним данным Берестов, Егоров и Контария, 30 апреля 1945-го установили 4-й штурмовой флаг. По другим, это было 5-е по счёту знамя. Сам Александр Габов тоже считал, что поднятый стяг был под номером 5. Об этом спустя 30 лет после победы ему написал майор Голиков, тот самый, который передал приказ изготовить знамена для победного водружения. В июле 1945-го знамя Победы передано в Центральный музей Вооружённых сил СССР в Москве на вечное хранение. Первый в Коме Республики кинотеатр появился в 23-м в Усть-Сесольске на территории Центрального парка. Теперь это Кировский парк. За 25-26-е годы в Усть-Куломском и Усть-Вымском уездах кинофильмы посмотрели 20 тысяч зрителей. В октябре 1937-го в Сыктывкаре появляется отделение «Союз кинопроката». Считается, что с этого года и начался отсчёт времени кинопроката Коми. Уже через несколько лет Коми отделение главкинопроката обеспечивает 105 широкоплёночных киноустановок. Фильмофонде – кинофильмы Киевской, Одесской, Белорусской и других студий. «Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет». Количество копий в фильмофонде растёт. Звуковой полнометражный фонд составило в 1939 году 120 названий. Даже в годы войны, несмотря на то, что на фронт ушли почти все киномеханики, кино продолжали демонстрировать. Фильмофонд пополнялся к 1945 году. В нём насчитывалось уже 544 фильма-копии. В послевоенные годы расширялась республиканская сеть, росло количество зрителей. А в 1974 году в Сыктывкаре открыт широкоформатный главный кинотеатр республики Парма. Управлению Государственной гражданской службы администрации главы республики Коми исполнилось 25 лет. За четверть века эта кузница профессиональных кадров подготовила сотни квалифицированных управленцев. Фильм «Евгения Стокоза», посвящённый управлению, продолжит наш эфир. А я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин